Сергей Викторович, мы знаем Сергея Вадимовича как государственного деятеля, принципиального политика, правоведа. Какие человеческие и личные качества в этом человеке очень важны и запомнились вам? Для меня Сергей Вадимович очень добрый, давний друг. Мы с ним не раз сотрудничали, когда занимали различные государственные посты, но и проводили время вместе в качестве просто добрых товарищей. Он на редкость порядочный человек, глубоко знающий нашу страну, любящий нашу страну и делающий очень много на всех своих постах, какие бы он ни занимал, для того, чтобы укреплять нашу родину, служить нашему народу. Это вызывает самое высокое уважение, в том числе и на его нынешней должности, которая у него является общественной нагрузкой, как у нас раньше говорили, во главе императорского палестинского православного общества. В свое время вы назвали императорское палестинское православное общество отдельным ресурсом российской внешней политики. Почему это так и в чем деятельность Сергея Вадимовича на этом посту укрепляет международные связи на штатах? Во-первых, это старейшая российская неправительственная организация. В этом году она будет отмечать свое 140-летие. И можно сказать, что уже тогда, 140 лет назад, зарождалось общество, являющее с одной из форм той самой мягкой силы, о которой сегодня так много говорят. И оно создавалось людьми, которые были глубоко привержены православным ценностям, православной культуре, православному образованию, нашим историческим корням, и которые создавали, поддерживали и укрепляли присутствие нашей страны на Святой Земле. И то, что сейчас мы видим общество, которое буквально расцвело и стало распространять свое влияние, свои ценности далеко за пределами Святой Земли, это тоже факт, который мы напрямую связываем с деятельностью Сергея Вадимовича Степашина. Он возглавил императорское православное палестинское общество в 2007 году. То есть, можно сказать, что в этом году 15-летний юбилей, еще один юбилей, связанный с деятельностью Сергея Вадимовича. И после того, как он пришел в общество, оно обрело второе дыхание. И лишь несколько могу привести примеров. Ну, во-первых, во многом благодаря его авторитету, энергии, настойчивости и дипломатическому таланту удалось вернуть в собственность Российской Федерации, отреставрировать Сергея его посольства в Иерусалиме. Это без преувеличения настоящая жемчужина русской Палестины. И украшением Святой Земли стал также открытый при активной роли Сергея Вадимовича, открытый 10 лет назад музейно-парковый комплекс в Иерихоне. Он сейчас опекается императорским православным палестинским обществом. И работа продолжается на целом ряде других направлений, связанных с объектами исторического присутствия нашей страны в Святой Земле. Возрождается школьная деятельность общества, преподавание русского языка, преподавание православной культуры среди населения и Палестины, и в ряде других стран Ближнего Востока. Многие гуманитарные проекты реализуются и реализованы уже в Сирии, Ливане, ряде других ближневосточных государств. И в каждом из этих проектов мы чувствуем и душу, и вклад Сергея Вадимовича, который буквально живет вот этой своей общественной деятельностью, за что вызывает колоссальное, огромное уважение. Я убежден, что еще много свершений будет достигнуто на пути продвижения наших ценностей в современном мире, прежде всего на Ближнем Востоке. Продолжение следует...